Новое видео выходит каждый день в 20.00. Когда-то, давным-давно, когда я ещё более-менее хорошо общался с большим таким, знаете, добрым количеством самп-ютуберов, одному из нас пришла идея создать такую, знаете ли, общую конференцию малоизвестных самп-ютуберов. И тогда мне показалась эта идея достаточно хорошей. И, мол, можно будет сразу же как-то кооперироваться, общаться, спрашивать, как люди интригуют и удерживают аудиторию и так далее. И мы всё-таки решили создать данную конференцию. И потом я решил в какой-то один такой добрый день добавить какого-то вот своего, знаете ли, друга или приятеля, я уж точно не помню. По-моему, я добавил Делюжина. У него на тот момент было около, так знаете, 5-6 тысяч подписчиков. И мне в той конференции тогда все написали в личку, не стали писать в беседе, а написали в личку, мол, а зачем ты добавил этого ноунейма? Кто это вообще такой и что он тут делает? Я такой, типа, так это же конференция как бы малоизвестных самп-ютуберов. Так пусть этот малоизвестный самп-ютубер будет с нами. У нас же была цель создать охуительную конференцию ВКонтакте, в которой были бы малоизвестные самп-ютуберы, в которой мы бы помогали друг другу. На что получил такой, знаете, односложный ответ? Нет. Оказывается, что эта конференция была создана для того, чтобы из той большой конференции самп-ютуберов в нашу конференцию перешел никто иной, как Делорензи и прочие топы Ютуба. Я тогда такой немножечко охуел и спросил, ты это серьезно? И он мне ответил, да. Да, я вообще не понял, какого хуя, почему, как это вообще произошло, господи, я вообще нихуя не понимал. Почему? Мы же договорились сделать одно, а сделали абсолютно другое. И тут, ладно, я подумал, ладно, они добавляют только каких-то больших чуваков и так далее. Я подумал, ух ты, сейчас я узнаю, как эти люди интригуют аудиторию, оптимизируют ролики и в целом, какими плагинами для монтажа они пользуются, возможно, они им что-то в монтаже посоветуют и так далее. Но все их разговоры заканчивались тем, кто сколько денег заработал, кто с кем хочет, так сказать, фитануть. Я просто не понимаю, в чем была их проблема? Блять, я вообще, я тогда уже подумал, что конференции сам ютуберов это какое-то говно. А, ну еще я забыл упомянуть, что как только какой-то из этих, блять, имбецилов выпускал ролик, он сразу в конференцию скидывал ссылку и говорил, чуваки, поставьте, пожалуйста, лайк и прокомментируйте мой видос. Мне это очень сильно надо, я так сильно стараюсь, заходишь на видос, а там летсплей. Вы не ослышались, проплаченный летсплей. И я не понимал, блять, в чем суть? Блять, господи. И, как я уже понял далее, большинство из тех, кто состоит в этих конференциях, они все тайком друг друга там, блять, ненавидят. Но боятся это сказать в лицо. Блять, какие же лицемерные мрази, я просто не понимаю. Если это было в малоизвестной конфе с сам ютуберов, что происходит в большой конфе? Какой же там, блять, парад лицемерии циркуродов? Я просто, блять, не понимаю, как? Почему? Почему? Я думал, создадим нормальное, комфортное сообщество малоизвестных сам ютуберов, будем общаться на разные темы. Будем делиться друг с другом секретами какими-то и так далее. Снимать совместные ролики. Это, блять, просто пиздец. Ну, в одном я, конечно же, не ошибся. Многие это какие-то малоизвестные дебилы звали других более известных, но все так же малоизвестных дебилов снять с ними ролики. В одном я не ошибся, но в другом это просто пиздец. Обсуждали, у каких из серверов контракты лучше, кто платит больше. Я не понимаю. Неужели все настолько хуёво? И в тот момент я понял, насколько же эта комьюнити прогнила, блять, изнутри. Почему? Я просто действительно не могу понять. Я рассчитывал на нормальное, адекватное общение. Но вы знаете, что в той конференции только там один-два человека были нормальные. Все остальные это были гнилые хуесосы продажные, которые при первой же возможности раскрылись. В частности, ебучий, блять, Данте. Он раскрылся полностью, блять. А ты помнишь, как я тебе помогал, блять? Бескорыстно помогал. Просто так сделали. Ни копейки с людей не взяли, понимаешь? Просто... Господи. И оказалось, что, блять, они ещё и меня ненавидели. То есть, я как-то... Было такое, вы можете пересмотреть обзор на Луняши. Я у них как-то спросил, чуваки, а что вы думаете насчёт Луняши? И все мне в один голос ответили, что она придумала какой-то хуёвый себе образ и так далее и тому подобное. Но при этом, когда я записал обзор, я спросил их, как вам, ребят, скажите честно? Все говорят, классно, охуенно. А оказалось, оказалось, что они все обо мне одного мнения. Оказывается, они все считают, что я высасываю, блять, конфликт из пальца. Как это делал Ангел Касады. Вернее, не делал, как они это считали. Я просто не понимаю, насколько же гнилые, блять, эти самп-ютуберы. Я просто не могу понять. И вы просто представьте, если вот такая ситуация была в конфе малоизвестных самп-ютуберов, что происходит в конфе с известными, блять, ютуберами? Я просто этого не могу понять. Мне действительно непонятно. И уже тогда я понял, блять, что я буду противопоставлять себя всему этому говну, блять. В общем, чуваки, ладно. Всем спасибо за просмотр данного видеоролика, блять. Не вступайте ни в какие конфы ютуберов по GTA-самп, это хуёво кончится. Всем спасибо, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok